Звание самого долгожданного Не в плане, ах когда же А в смысле, ну наконец-то они его сделали Ультрабука получает вот этот аппарат Dell XPS 13 Американцы очень долго запрягали Но в итоге получилось неплохо Во-первых, корпус Ребята из Dell поработали над компактностью 13-дюймовый дисплей они уместили в 12-дюймовый корпус Вот, сравни Но это никак не сказалось на функциональности Клавиши здесь полноценные Расстояния между ними много Тачпад тоже большой Во-вторых, оформление Здесь и привычный алюминий Кстати, весьма немаркий И даже карбоновое волокно Вот оно На мой взгляд, у XPS 13 Самое красивое днище среди всех ультрабуков Кстати, вот эти две полоски На днище тоже очень приятная фишка Благодаря им ультрабук стоит на любой поверхности Как вкопанный В-третьих, экран Да, он глянцевый Но зато это горелоглаз Пустойчиво к царапинам Официально Dell XPS 13 весит 1,3 кг Это немного, но из-за малых размеров корпуса Этот вес воспринимается тяжелее К клавишам и тачпаду претензий никаких Идеальный размер, правильная вогнутость, встроенная подсветка Вся нижняя панель покрыта резиной Класть сюда руки очень удобно Компания Dell решила не дожидаться анонса EV-Bridge XPS 13 будет поставляться со вторым поколением процессоров Intel Core 4 гигабайтами оперативки Встроенной графикой и SSD накопителями на 128 и 256 гигабайт Главная претензия к разъемам Если в свой Z830 Toshiba умудрилась ставить не только VJ, но и сетевой порт То у XPS 13 всего 2 USB, дисплей-порт и гнездо для наушников А этот USB используется еще и для переходников Динамики Они находятся вот здесь, рядом с вентиляцией Вентиляция, кстати, очень неплохая И звук ультрабука просто отличный Ну все, хватит Аккумулятор у XPS 13 самый обычный В режиме умеренной нагрузки С включенным Wi-Fi Его хватает на 4,5-5 часов работы в автономном режиме Остаток заряда можно проверить вот таким элегантным способом Стоимость до 1000 долларов в базовой комплектации Стандартно для ультрабуков Но это в Штатах Точной информации о российских ценах пока нет На сайте Dell XPS 13 уделено много внимания Но у меня есть ощущение, что хоть и долго запрягали, но быстро поедут Возможно, в марте-апреле нас ждут другие интересные новинки Субтитры подогнал «Симон»